Всем привет, с вами Роман Раскольников и я продолжаю играть в Dark Souls 2. Так, ладно, в общем-то я в прошлой серии нашел крутую одежду, крутую броню, давайте я ее одену. Так, где эта крутая броня? Кольчуга Дранглера, вот она. Так, наручи Дранглера и поножи Дранглера. Кстати, а вырежу я прикольно, еще и щит такой прикольный. Так, в общем-то я скрин делал для превьюшки и в принципе, я так посмотрел, вот этот вот шлем от рыцаря, кстати, неплохо так смотрится с этим сетом. Ну, в общем-то, он слишком уделяется из-за того, что слишком блестящий. Не понял, откуда мы переместились. Такого не должно было быть. Я два раза, что ли, мискликнул на Интер. Так, ладно, давайте я пойду сюда. С Арштейном я пока что сражаться не хочу. Так, его там Драконоборец зовут. Но для меня это Арштейн. Не надо меня тут обманывать, это Арштейн. У вас просто фантазии не хватило на новых врагов, вы решили из первой части добавить. Так. Ну, перекаты уже такие медленные стали, плохие перекаты. Но в принципе, все еще можно перекатываться. Просто чуть-чуть медленнее они действуют. Так. Трех ударов достаточно. А вы, кстати, ребята, послабее будете. Зеленый цветок. Вы будете послабее, чем вот другие ребята, такие же, как вы, только с СССР. Вот он посильнее будет. Он выдерживает пять ударов где-то примерно. Он пожирнее будет. Я же говорю, пять ударов надо. Так, зеленый цветок. Не понял. Я слышу, как будто кто-то топает из рыцарей. Душа гордого рыцаря. Старая алебарда-рыцаря. Алебарда, кстати, очень хороший класс оружия. Особенно для Драксоса. Человеческая фигурка. Темные пилюли. Они где-то, наверное, надо мной или подо мной. Топают эти рыцари. Подо мной. Потому что надо мной никак не могут. Слушай, друг, ты... Зачем так сразу-то? А что? Не можешь пройти, да? Что-то и оно. Дай пройду. Так. Какое кольцо можно поменять? А, ну давайте я лучше вот так вот сделаю. Теперь у меня очень хорошо здоровье восстанавливается. А то, что кольцо мне дает какую-то прибавку к урону, на самом деле оно... Не так уж и важно для меня. Потому что... Что так, что так убивается с пяти ударов рыцарь. Так. Я не знаю, во втором Dark Souls есть или здоровые стены или нет. Но лучше подозрительные стенки сразу проверять. Это выглядит как архивы герцога из первой части. Единственное, что тут кнопка нажимная, а не плита. Блин, дизайн... Вот сразу видно. Архивы герцога. И с первой части. Параллель. Те листика похожа вот именно на этих лифтов. Хоть они и по-другому его сделали, но блин. Я знаю, что это архивы герцога. Они вдохновлялись именно этой локации при создании данной локации, на которой сейчас бегаю. Так, тут у нас вода. Для чего это вот такие вот сделанные странные коридоры? Тупики, в общем-то, пускай. Это тупики. Для чего они тогда не сделаны? Для того, чтобы там рыцари стояли и... как бы устраивали засаду? Ага. А, я понял, для чего вода нужна. Для того, чтобы я медленнее перемещался. Усложнить игру, короче, разрабы хотят. Так, я сюда вернусь чуть-чуть попозже. Для начала мне нужно сбегать сюда. Блин, для чего это все сделано? Угу. Еще куда-то проход странный есть. Нет, точно сюда надо. Костер. Опа, кто тут стоит? Хранительница огня? Хотя вряд ли. Так, пойдем мы... Кстати, я вот здесь заметил, что здесь костры, короче, чаще расположены, чем в первом, да, кстати. Что это? Я не знаю тебя, а ты не знаешь меня. Пусть дальше так и останется. И остается. Фух. Как странно ты себя ведешь. Обычно люди стараются держаться подальше при виде этой маски. Но ты... Меня зовут Лукатиэль. Я родом из страны, что зовется Мирра. Она за горами, далеко на востоке. Говорят, Дранг полон могущественных душ. И вот я здесь, чтобы взять свою долю. Но до чего же это странное место? Даже слухи не смогли подготовить меня. Ты действительно ведешь себя очень странно. Мне всегда казалось, что лучше избегать людей. А тебе захотелось подойти ко мне. Я вижу твое путешествие в самом разгаре. Если хочешь, хочешь, я тебе помогу. Я из Мирры, страны рыцарей. Мой меч всегда наготовен. Смело зови меня, чтобы не случилось, я приду. Чтобы не случилось, я приду. Ты действительно видишь себя очень... ведешь себя очень самым. Я всегда казался... А, все, ясно ты говоришь, что же сам может по кругу пошло. Так, ну, туда я пока что не пойду, потому что есть еще одно место, куда я не заглянул. И мне бы... Для начала стоило бы туда заглянуть. Потому что здесь есть костер, и в любой момент я смогу сюда телепортнуться и пойти дальше исследовать. Академо, так. Сейчас я следую вот этот вот странный замок. А, блин, я же возле костра посадил, точно. Ой, извини, я забыл. Забыл то, что ты должен еще два раза дарить. Ага, сундук. Так, это настоящий сундук. Ловушки нету. Шлем рыцаря, доспех рыцаря, наручь рыцаря, он уже рыцаря. Да? Ну-ка, давайте посмотрим. Но они хуже уже. По-любому они хуже. Даже хуже, чем... элитного рыцаря. По-любому они хуже рыцаря 54-61. Странно, почему я костюм элитного рыцаря... А, я же его купил. Так. Дверь закрыта. Ну-ка... А, подождите-ка. Не, это так не работает. Ну ладно, значит, пойду дальше смотреть, что там дальше в пещере было. А, подождите-ка. Так. Безлюдная пристань. Опа. Чем-то это похоже на чумной город. С первого Даксоса. Я вообще ничего не вижу. Че это за фигня? Так, на этот раз дротики зажигательные. Это же викинги. Нельзя пить на работе. Ой. Так. Опа, дружище. Тихо, аккуратно, аккуратно. Там можно упасть. Нет. Я не подписывался на битву с двумя викингами. Это полые пехотинцы. Почему они выглядят иначе как-то? Да, сперполь пехотинцы выглядят. А выглядят они как викинги. Так. Готовимся к ловушке. Здесь вдруг там нет ловушки. Сколок титанита. Как насчет большого сколка титанита? Ну. Ах, ты же. Так, что там выпало из тебя? Шлем Вангарианца. Такое у вас странное название. Душа гордого рыцаря. Так, я лучше полезь от этого не спущусь. То видимость здесь очень плохая. А, или еще куда-нибудь в яму провалюсь. Так, а на корабле как-то можно попасть? Аккуратно. Наверное, никак нельзя попасть на корабль. Ну, да. Хотя... Нет, нельзя. Так, можно вниз спуститься, я так понимаю. Семь на цвет жизни. Большая душа мертвеца. Так, а, вот тут тоже можно ходить. Даже я вижу, где можно упасть вниз. Провалиться. Так. С двумя саблями. Что это за чудовище такое? Оно ядовитое. Я тут подожду, пока эффект вредный спадет у тебя. А-а-а, это кровопотели. Ну, ладно. Здоровье сейчас само по себе восстановится. Темная смола. Так, темная смола можно меч смолить. Наверное. О, при битве с боссом поможет. Так, это, кстати, драконоборец вот этот. Который зажечь факел. А-а-а, так вот он, факел. Для чего он нужен? А как его погасить? Так, слушай, друг. Конечно, все понимаю, но... Э-э-э. Я хочу щит взять, хорош факел тратить. Так, хорошо, я больше факел не трачу. там походу какой-то газ и как и тебе не убил да да что вы говорите вот блин все не по плану пошло как только я взорвался на подорвался на газе короче все пошло не по плану так железная стрела так ребята вниз не хотят спускаться вот а я блин думал это короче типа макет для тренировок чучело для тренировок как туда попасть странно туда попасть походу никак так такой очень упал блин какая тут запутанная система этого города это типа городок по земле как нам давайте тогда здесь сначала следую там потому что еще есть развилки какие-то странные дверь закрыта так а вот я и наверх поднялся слушай дружище течет какой-то странный так наверх подняться или как ой а вот эта лестница по которой я мог сюда подняться все ясно потихоньку начинаю разбираться странно для чего это сделано так слышу странные звуки как будто здесь собака что выходит это не похоже на шаги на похоже как будто собака лапом перебирает какому-то мокрому полу так тут у нас пик собак реально человеческая фигурка ты получил меч взяла вторую руку не саблю блин горе воин твой какой меч щит щит бы взял бы в одну руку щит в другую саблю и терись если ты не умеешь двумя саблями драться хватит зажигать не буду так вот теперь я думаю нам стоит спуститься вниз вот здесь взять что еще тут есть потому что там дальше мы куда-то другое место вообще уйдем во первых собака сушит и давайте-ка ее тут зажму любил но это явно похоже на чумной город тоже вот эти вот с дротиками чуваки и нет я не буду в кучками фаросы спалить так у меня он один единственный доспех лагерь янца под угрозой поломки я не отслушу дружище так как поменять оружие контроль придется послабее брать надо было блин сразу два оружия прокачать лучше я короче понял как тут у механика действует поломки работает точнее в общем-то чинить меня оружие не нужно но то есть когда я посидел у костра на самой починиться но если дух она сломается то мне придется идти к кузнецу чтобы починить оружие ну то есть не всегда можно вот у костра посидеть пор бандиты пишем разбойника не всегда можно посидеть у костра для того чтобы починить оружие потому что костра вот как видите нету поблизости врагов очень много вообще слабое оружие его тоже стоит покачать порошок для починки скулу прошу для починки слушай дружище то очень хорошо так как его используют то а у меня уже был один так и все можно считать мое оружие целом или как а вот вот ресурс оружия и видно вот на плавину восстановлен ну еще побегаем о привет дружище с этой стороны решетка вот блин не туда явно как-то может попасть смотрите-ка так подождите здесь я был да это экономия пути так подождите сюда я сюда я не бегал еще подожду как-то все запутанно а ну вот смотрите-ка тут я поднялся вот здесь есть какой-то путь а нет не здесь в другом месте а нет нет все верно тут всего лишь один единственный путь остался короче раз там где не было все все верно значит я не заблудился тихо блин у меня щита как у меня кровотечение может прибавиться прямая если бы я там туда щит особо ты не спасет вот такое течение должно должен спасать щит взял убежать вот так так ладно хорош отлично так мне бы как бы костер не помешал найти чё это за фигня почему ты не хочешь парать силовая волна это заклинание походу так какое-то странное здание не помню я с 2 ходил нет нет не ходи можно будет как нибудь потом не ставлю для начала на тут поверить привет блин а я не думал то что вы можете сломать стенку тихо 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 ребята аккуратнее плохо конечно то что щит от вас особо не спасает ну так тут кто-то с доспехами ходит слышны вязги брони так тут так так отлично давайте посмотрим что там сверху я думаю так рваные тканые наручи и я думаю на этом нужно будет вышить серию ух ты ой по лестнице значит спускаешься так вот и отлично а я опять ну ладно принципе на этом я завершаю данную серию всем спасибо за просмотр с вами был роман раскольников до встречи в следующих видео всем пока